Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И в сегодняшнем ролике вас ждут баталии игроков с остальными Ну, назовем их, допустим, нервами Но вы понимаете, о чем я В правом верхнем углу, на карте Stargazers, Shopify, Rebellion, Bian Корейский прогеймер, чемпион мира 2016 года Его соперник, юный PSYStorm Gaming, Макс Пакс Загадочный игрок из Дании До сих пор не деанонимизированный Тщательно скрывающий свое лицо, голос, внешность в целом Свою фамилию Мы знаем только, что его зовут Макс Но фамилия его при этом отнюдь не Пакс В общем, об этом игроке известно действительно немного Кроме того, что он уже сейчас является, безусловно, одним из сильнейших протасов Европы и мира И в этом матче против корейского чемпиона Ну, не сказать, что он является фаворитом Но аутсайдером он, безусловно, не будет Как вы догадались, сегодня действительно продолжение одной из самых популярных И, я бы сказал, долгоиграющих рубрик на нашем канале С сильнейшими играми профессионалов из мира StarCraft 2 Игроков, которые действительно показывают просто невероятные вещи Да, это по-настоящему железные люди Безусловно, именно по меркам киберспорта Потому что по-настоящему железные люди в большом мире Нынче защищают Украину от российской агрессии И это, безусловно, люди просто невероятные Люди, которые совершают подвиг Но, что касается наших StarCraft прогеймеров То пусть их подвиги, скажем так, несколько более локальны И несколько, может быть, мелочны По сравнению с тем, что происходит в реальном мире Но это не мешает нам все еще восхищаться Этими прекрасными игроками И тем, что они показывают нам в мире StarCraft 2 Ну что, какой план у Бьяна? Давайте с него начнем Бьян открылся абсолютно стандартно Мы видим, что он отправил первого Рипера на разведку Рипер увидел второй Nexus на базе Макс Пакса И сам Бьян также поставил второй командный центр Где-то там у себя на внутренней локации Для того, чтобы не спускаться вниз Интересно, что делает Макс Пакс Дело в том, что у Макса здесь есть прокси-гейтвей Это прокси-гейтвей достаточно быстрый Судя по всему, Бьян, увидев, откуда ехала пробка Естественно, проводит какую-то разведку Чтобы понять, что происходит И довольно быстро находит прокси-гейт Находящийся совсем недалеко от Базбьяна Соответственно, у Терна тут же есть полное понимание происходящего Он понимает, что соперник готовит атаку Что соперник будет пытаться первыми же боевыми юнитами Нанести урон экономике корейца Макс Пакс очень грамотно успевает увезти адепта А сейчас, видимо, попытается стриггерить мину на адепта Но там есть вторая мина Поэтому такой маневр Макс Пакса удачным не будет Но, по крайней мере, адепта он сохранил на мине Не отдался, это уже очень здорово Бьян понимает, конечно, что ситуация не самая приятная Поэтому, помимо двух мин у него уже делаются танк и баньша Все для того, чтобы отбиться от потенциальной атаки соперника И даже бункер есть Но Макс Пакс видит, что его план фактически спалили Что соперник очень хорошо готов Никуда не спешит лезть Он все еще смотрит при помощи тени адепта А потом и самого адепта Как там идут дела у соперника Телепортировался, увидел, убедился, что мины выкопались Что нужно ждать, вероятно, какого-то дропа мин к себе на мейн Именно поэтому сталкер Макс Пакса сейчас дома Ну а в лоб атаковать датчанин в ближайшее время не планирует Здесь, кстати, битый адепт пересекся с рипером Пробка пытается сделать фраг Она даже умудрилась прогнать рипера на какое-то время Но дальше, конечно, рипер не оставит шанса в этой пробке Правда, Макс Пакс не собирается с рипером церемониться Прям такой смелый доварп на призму И, судя по всему, призма будет высаживать сталкеров прямо на натурале корейца Здесь на его внутренней карманной базе Однако мы видим, что у Бьяна здесь есть танк И Макс Пакс не успел спасти всех сталкеров Один был потерян Отлично отбивается корейца В это же время он контратакует Баньшо И очень неприятный игровой эпизод для Макс Пакса Потому что его атаки пока, в принципе, успехом не увенчались И более того, здесь у Макса огромные проблемы Потому что есть мина раз, есть мина два И два сталкера на этом потеряно Баньша в это время четырех пробок забирает Так себе развиваются дела у юного протаса Ну да, вроде как он... Кстати, здесь что, это второй рипер был от... Нет, подождите, этот... Так, стоп, стоп, стоп То есть рипер, который был здесь, он выжил? Что? Подождите... Ну как он выжил? Он ведь... Ладно, наверное, он вышел Я просто в такой ступор впал Это вроде как был второй рипер Потом я открываю табличку потерянных юнитов А тут один рипер Значит, этот рипер, получается, выжил? Ужас какой Ну ладно, у вас-то есть возможность перемотать А у меня есть возможность просто Списать все на... Не девичью, но, возможно, уже какую-то старческую память Я не знаю, как это... На что это вообще вписывается? Почему у меня перед глазами нет судьбы вот этого рипера Который был здесь и на которого варпали сталкеры? Наверное, он спасся, да Давайте остановимся на том, что, скорее всего, он спасся Так сказать, за мнем для ясности Бьянта, кстати, посмотрите, что вытворяет Значит, у него после баньши был построен Рейвен Рейвен пролетает, по-моему, мимо этого пилона Но вряд ли мимо башни Зелнага Да, вот при помощи башни Зелнага Как раз-таки Макс Пакс успел идентифицировать прилет Рейвена Сталкеры прыгают на Рейвена Рейвен в итоге даже может спастись Потому что Макс Пакс в это время занят вот этим блинком Да, Рейвен спасается Причем там толком пробки не были потеряны Был потерян только один сталкер на Мэйне Макса Ну а на базах самого Бьяна Тут приключения уже посерьезнее Потому что есть призма, есть куча блинг сталкеров Продолжается активный микроконтроль со стороны Тоса И было потеряно 8 СТВ Макс Пакс многого добился Такая красивая, боюдоострая игра Уже в самом начале поединка мы видим, что игроки Прям серьезно относятся к этому сражению И делают максимум для того, чтобы оказать давление на соперника Оба не отсиживаются в обороне И Протос и Терн пытаются действительно Серьезно продавить оппонента в первые же минуты игры Ну пока давайте подведем какие-то промежуточные итоги Больше рабочих забрал у соперника Именно Макс Пакс за счет своего последнего запрыга Но при этом по потерянным ресурсам мы видим, что ситуация чуть-чуть в пользу Терна У Терна, конечно, проблема, что есть вот этот Рейвен Очень дорогой юнит, который пока толком ничего не сделал Там, видимо, одну пробку одного сталкера забрал И фактически, ну все, что он теперь будет делать до конца веков своих С учетом того, что у него всего 8 хп, он никуда не улетит Максимум будет удерживать этих двух сталкеров на мейне Если Бьян нигде не ошибется, ни F2 чнет И не заберет этого Рейвена оттуда Ну, наверное, не худшая судьба для юнита в целом Хотя бы будет двух сталкеров удерживать То есть это тоже, как-никак, серьезные боевые единицы И Макс Паксу тоже получается F2 ч, если что, нельзя Но, конечно, для Рейвена хотелось бы, ну, в какой-то чуть более весомой роли Да, чуть более благоприятной участи Но тут уж ничего не попишешь Макс Пакс собирается выходить уже на четвертую базу Бьян только-только вышел на третью Естественно, будет выбивать этот пилон и гейтвей Которые в течение долгого времени служили протасу У протаса добавляется сразу 6 гейтов Так что в этом плане у него полный порядок Конечно, неприятно для Макса, что вот из-за наличия этой внутренней карманной базы У него мейн может быть немного уязвим к дропам Но Макс пока очень здорово контролирует, где находится основное войско соперника Поэтому дропов сильно не боится Плюс, опять-таки, здесь у него призма Здесь башня Зелнага под контролем То есть в случае чего он сможет отреагировать на любые перемещения войска соперника Бьян явно о дропах думает, потому что часть войск у него здесь Часть войск у него на мейне Может быть он, конечно, ждет как раз вот такой призма с чардж-зилотами Оооо! Но в итоге призма с чардж-зилотами не будет, потому что Бьян ее профокусил Прекрасная игра от корейца Вот он сейчас очень грамотно пытается именно стабилизировать ситуацию Сделать так, чтобы к нему не прилетели и не пришли Откуда бы то ни было Макс Пакс, кстати, в итоге здесь четвертого поставил Тут у него как бы стояла, пробка стояла Но по какой-то причине Датченин отказался от базы именно в этом направлении Рэйвен и Сталкер все еще разыгрывают свою немую картину Полезный юнит его охрана Тут продолжает Макс Пакс просто щупать войско Бьяна Он, безусловно, видит, что здесь отнюдь не вся армия корейца И он попытается, видимо, резко и неожиданно напасть на армию корейского чемпиона Застать врасплох Терана Теран в теории мог заметить именно этот до варпы И из-за этого в том числе и отступить Да, и резко перегруппировывается Бьян Вот буквально, казалось бы Но тут на секундочку можно было заметить Какая-то была анимация варпа Но Бьян уже готов Бьян очень четко готовится к этой атаке Танки у него разложены Они заняли отличную позицию на хайграунде Здесь куча пехоты Здесь ставится четвертый командный центр Сюда нападать безумно сложно С другой стороны, вне зоны действия танков Конечно, армия Тоса с тремя колоссами Против отсутствующих в армии терн викингов Будет чувствовать себя очень комфортно Но давайте посмотрим, что будет дальше Когда первые викинги вылетят с одной стороны И когда Бьян, видимо, попробует открыть второй фронт с другой стороны Здесь Макс Пакс притормозил, но явно не отказался от идеи Снова попробовать перейти в атаку Нравится мне эта иллюзия Архона Фактически, если не будет скана, этот Архон может принять множество пехотных выстрелов в себя И так и происходит Действительно, Архон успел потанковать, прежде чем иллюзия растаяла Лимиты равны 168 на 168 Очень напряженная ситуация При этом у Макс Пакса, конечно, превосходно работает экономика И даже пятый Нексус будет буквально вот-вот На четвертый он, конечно, не хотел бы давать сопернику перейти Но у Бьяна сейчас будут грейды 2-2 на грейды 1-1 Тоса И это уже серьезное, весомое преимущество терна Так что, видимо, свою четвертую базу Бьян получит Макс Пакс попробует разыграть имеющуюся карту открытия второго фронта При помощи Варпризмы Варпризма прилетает на внутреннюю локацию Сюда мгновенно перебрасываются серьезные терновские войска Но это тут же оголяет фронт корейца, казалось бы Макс Пакс попробовал этим оголенным вроде бы фронтом воспользоваться Вообще ничего не получилось Более того, тут в итоге Бьян переходит в контрнаступление Забрал одного колосса сейчас близок к тому, чтобы забрать второго И третьего после этого можно попробовать фокуснуть Подходит первый дизраптор Дизраптор стреляет Но Бьян успевает отреагировать У Макс Пакса там 2000 минералов подкопилось Поэтому не все так плохо, как можно было бы подумать Исходя от чистой ситуации по лимитам Но не забываем грейды Грейды, конечно, в течение последней минуты были 2-2 на 1-1 в пользу Бьяна Поэтому он так уверенно и здорово дрался Сейчас уже хотя бы есть плюс 2 на атаку у Тоса И, в принципе, это должно помочь в грядущем сражении Но в целом ситуация у Макс Пакса так себе 93 пробки! Да, вот где лимит Тоса Боевого лимита все-таки откровенно не хватает Выстрел дизраптора первый не очень Второй вообще в холостую Колосс последний сейчас будет уничтожен этими викингами И, честно говоря, тут вообще ГГ пахнет Потому что я не вижу армии Макс Пакса Все, что у него есть на карте 3 диза, 9 сталкеров, 3 зилоты Гигантское войско у Бьяна Бьян оставляет группу юнитов в Рьегарде Для того, чтобы тебе просто Нексус выбили А вот Авангард пошел вперед еще Попробивал там юнитов Макс Пакса Боевые лимиты 102 на 46 Ситуация для игрока из Дании просто безысходностью пахнет Еще один рипер внезапно появился у Терна Но это явно на мисклик похоже Со вторым потенциальным рипером у нас загадка была Но если это вдруг третий, а не второй То, ребята, это 100% мисклик Второй Старпорт тем временем у Бьяна Но он, естественно, не избавляет оборота У него 200 лимит И что ему бояться-то? Что стесняться? Фокус батарейки для того, чтобы не было шиллб от реверчарджа Но он же был потрачен здесь После этого пехота вкалывает стимпак Просто бросается вперед Дизрафт расстреляет и попадает На этот раз довольно здорово Первое хорошее попадание от Макс Пакса А здесь сражение идет В котором Макс-то на самом деле выигрывает Бьян сюда перебрасывает свою основную группировку Для того, чтобы как раз со сталкерами-зилотами Подраться, пока дизрапторы не подошли Ну, по итогу здесь Макс Пакс, знаете Выравнивает ситуацию на карте Очень хорошо ему удалось подраться С учетом того, что не все войско Бьяна было в одном месте в одно время А еще и с Даркшрайна делается, блин, к Даркам И за счет Дарков Макс Пакс попытается Отыграть экономическую ситуацию Хотя, вы знаете, у него появилась внутренняя локация Вот какую базу он взял вместо этой И все еще 89 пробок Ничего, отыгрывать Макс Паксу особо не нужно Посмотрите на соотношение добычи Да, там был момент, когда добыча просела И когда у Бьяна все было хорошо И Бьян явно попытается этот момент вернуть Прямо сейчас, потому что он делает Четверной дроп Такой квадруппл дроп, как его бы назвали Мои англоязычные коллеги Всего сталкера и зилот И этого пока недостаточно для того, чтобы отбиться от дропа Макс Пакс сделал рекол, но пока ничего не получилось А Бьян, видя, что соперник сделал рекол Тут же бросается вперед Но видит большое количество дизрапторов Понимает, что так просто на них не напасть И что это такое Казалось, что Бьян прям хочет еще сколько-то юнитов сюда додропать внутрь Но нет В итоге он отказался от этой идеи Макс Пакс начинает просто собирать эти кристаллы Для того, чтобы ему самому было проще маневрировать Для того, чтобы его войско могло вот где-то здесь позицию занимать Зилотам не нужно было никуда телепортироваться, чтобы менять позицию Это сталкеры, блин, все могут А зилоты-то не могут ничего сделать И снова Бьян пытается воспользоваться именно этим фактом Тем, что соперник просто не может сюда своих зилотов перебросить Прежде всего убивает Бьян пробок, которые собирали эти кристаллы Дальше фокусит внутренний Нексус А в этот момент еще три медивака прилетают в левый нижний угол И здесь у Макс Пакса большие проблемы Макс понимает, что обороняться нет смысла Нет смысла сидеть в обороне Нужно идти вперед Нужно забирать базу у соперника Дизрапторы стреляют, огромное количество рабочих потеряно Великолепно сплитится Бьян Но несколько гастов было уничтожено Новыми залпами дизрапторов Планетарная крепость потеряна Здесь стремительно развивается наступление Бьяна Его дроп уже забрал одну внутреннюю базу Идет на другую Пытается забрать форжу Бьян в этой форже делается плюс три на армор Плюс три на армор не будет Здесь тоже дроп Бьяна Бьян просто за одну минуту задропал четыре разных базы протаса У протаса большие проблемы Тос забрал всего лишь одну базу у соперника На этом все Но на эту базу не дает перейти один единственный дарк Пехота продолжает свирепствовать в глубоком тылу протаса Сорок одна пробка осталась живых всего-навсего Сорок одна пробка остается у Макс Пакса Прыжок тоса Минус медиваки Ни один юнит не спасется Есть только медивак на 12 хп Но пока не факт, что удастся спастись ему Здесь дарки разобрались с пехотой Сорок одна пробка это очень мало Безусловно инком впервые за долгое время сейчас будет в пользу корейского чемпиона Но армия 91 боевого лимита на 70 Армия очень даже неплохая у Макс Пакса Сейчас датчанин попробует выправить ситуацию на карте Пойти вперед своим войском и закончить игру в свою пользу Второй фронт откроют дарки На основном фронте сталкеры зилоты и дизрапторы Бьяну будет очень тяжело Нужно быть очень осторожным Бьян просто на яйцах Бросается вперед для того, чтобы дизраптора фокуснуть Пока потерял всего пару мародеров Он продолжает, он продолжает Это вытворять еще минус один дизраптор Как играет Бьян Разменивать несколько мародеров на дизай Это большой плюс Здесь дизраптор в холостую стреляет Снова Бьян бросается вперед Снова дизраптора фокусит Просто железные нервы у корейца Разбегается в последнюю секунду Просто он от выстрела оппонента Но в это время дарки целиком локацию соперника забирают Со всеми потрохами забирают Да, здесь тоже было потеряно много рабочих Итого 37 на 41 41 пробку у Макс Пакса У Макса восстанавливается база в левом нижнем углу Он закладывает ее прямо сейчас Боевого лимита больше у Тоса У Терна зато у Грейды Все-таки чуть-чуть лучше 3-3 на 3-2 Ну и есть огромное количество гастов Мародеров, медиваков, морпехов Это войско сейчас выглядит очень грозно Бьян против каждого дизраптора Должен принимать решение, что делать Сплититься или все-таки бросаться вперед и фокусить И Макс Пакс тоже играет в очень опасную игру Сейчас Макс Пакс играет на нервах Бьяна Бьян играет на нервах Макс Пакса Любой выстрел дизраптора может закончить игру В ту или иную пользу Если дизраптор попадет по армии Терна Понятное дело в пользу Тоса Если дизрапторы промахнутся Ничто не помешает этим мародерам, морпехам После ЕМП разорвать сталкеров и зилотов Там абсолютно без шансов будет Где дарки гуляют? Дарки ждут своего часа Потому что Макс Пакс видит У Бьяна тут базы нет Ну у Бьяна пока эта база Не полностью выкачана Лимиты довольно близки И мы видим, что экономика равна Здесь буквально пару сталкеров удалось забрать на халяву Хорошая инициирующая ЕМП от корейца Дизрапторы выстрелили Суммарно забрали буквально пару юнитов Бьян явно ждет этих дарков Он понимает, что они где-то рядом Бьян идет основной группировкой вперед По южному фронту И пытается там понять По крайней мере занимает ли соперник золото Потому что это тоже важно А Макс Пакс просто уходит Реколом Его группа дарков выживает И это самое главное сейчас Сейчас важна жизнь каждого юнита Снайперский выстрел по зилоту даже Вот на что готовы Ди Бьян Макс Пакс пытается поймать войско Бьяна Но корейц уже успел отступить Никакой ловушки не будет А здесь в ловушку попадают дарки Сканы минус несколько дарков Лимиты очень близкие Боевые в том числе Макс Пакс идет вперед Он специально пробил здесь камни Для того, чтобы было удобнее маневрировать Но сейчас Дизраптор не успевает подойти Снова хороший инициирующий ЕМП Бьян понимает, где находятся Дизраптор И соперника вкалывает Стимпак бежит вперед Господи, что Бьян делает? Железные нервы у человека Он просто десятью пехотинцами Фокусил Дизраптора в одного за другим Если бы хотя бы одно ядро взорвалось Ребята, это сразу ГГ Сразу А так 114 лимита на 115 Продолжается эта невероятная батария У Макс Пакса все базы уже заканчиваются Кроме этой базы в левом нижнем углу Возможно, снова нужно занимать карман Да, скорее всего, именно на это нужно пойти Макс Паксу Абсолютно равные лимиты Это 170 на 171 Стреляет Дизраптор, но, конечно, не попадется на такую халтуру Бьян Бьян снова отправляется в такой небольшой марш-бросок на южном фронте Бросает скан на упреждение для того, чтобы понять, нет ли здесь какой-то обороны Нет ли здесь, например, возможности сделать шилдбет реверчат Шилдбет реверчат же не будет Это минус экономика для Макс Пакса Это большие проблемы для Протаса В этот момент здесь маленькая контратака дарками Но Бьян с ней справляется достаточно уверенно Хорошая ЕМП по всем сталкерам и зилатам проходит Да, Бьян потеряет эту армию, но он разменяет ее очень здорово И даже сохранит один медивак Бьян выходит вперед по лимиту Очень сильно выходит вперед, но здесь Дизрапторы Макс Пакс оставил дизов без прикрытия Ой-ой-ой Это может очень плохо кончиться для Тоса Минус один Дизраптор точно Но при этом группа пехоты Терна также была потеряна Лимиты снова сблизились Тут куча зилата Вообще зилаты с дизрапторами Ребят, никогда не повторяйте в домашних условиях такой состав армии Потому что в большинстве случаев дизрапторы просто будут по собственным зилатам попадать И вы окажетесь в огромном минусе Так что просто не делайте такого Просто не делайте А вот такие дропы делать можете Дроп просто шикарный от Бьяна И даже мог он сохранить медивак Но дотянулся до него Макс Пакс в самый распоследний момент Еще минус 4 пробки Впрочем, 44 пробки на 44 ACV Часть рабочих Макса на лонг-дистанс майнинге Но Бьяну тоже нужна кровь из носу новая база Его базы также истощаются Эту базу он занимает прямо сейчас На нее можно перевести большинство имеющихся ACV Макс Пакс понимает, что так как у соперника будет новая база Он может выйти вперед по экономике Поэтому нужно идти в атаку Дизрапторы отлично стреляют Тут нет возможности на них броситься и фокуснуть их Еще одно хорошее ядро, которое заставляет Бьяна отступить Но пока ни одно ядро не взрывало непосредственно юнитов Терна, может быть это? Может быть это? Оно реально попадает Первое ядро и второе ядро попадает по юнитам Терна И третье ядро вонзилось в пехоту Но есть ли еще ядра? По-моему они закончились И это шанс для Бьяна Бьян начинает сражение Тут просто гигантское количество чардж зилотов Зилоты умирают Еще один Дизраптор Не попадает куда надо А в это время здесь снова Дарки Просто фулл ман у этой орбитальной станции Тут гигантский экономический потенциал Снова очень близкие лимиты 131 на 126 44 пробки, 47 ACV У Бьяна еще куча мулов может быть У него три орбитальных станции И почти фулл мана в одной из них Поэтому мулов может быть реально много Очень мало времени у Макс Пакса Еще минута И экономику Бьяна уже будет не остановить Какой Дизраптор Вот он Вот он Дизраптор Который был нужен Макс Паксу для победы Макс Пакс отвлек соперника Забеганием дарком на свежую базу И в это время поймал часть армии Бьяна Поймал очень серьезную часть армии корейца Без которой одержать победу в грядущем сражении Будет невероятно сложно Еще один Дизраптор стреляет Бьян сплитится как может Но в этой ситуации он может сделать уже Не очень много Особенно с учетом очередного забегания дарков Джи Джи Макс Пакс в невероятной 23-минутной баталии Переигрывает Бьяна в битве стальных нервов На карте Старгейзерс Мы переносимся на карту Inside and Out Где в левом нижнем углу Появился Зерк Су В правом верхнем теран Рьянг Два опытнейших корейских профессионала Настоящих железных прогеймера Сразятся для нас с вами На карте Inside and Out И покажут интереснейшее ТВЗ Напоминаю, господа Если вам нравится тот контент Который вы видите на канале И, например, конкретно это видео Обязательно не забудьте поставить лайк Написать какой-нибудь хороший комментарий Подписаться на канал, если вдруг не подписаны Ну, а можно стать спонсором И получить доступ к огромному количеству дополнительных роликов В принципе, в течение каждого месяца У нас выходят по три бонусных ролика Ну, получается, что один ролик для спонсоров первого уровня Например, в этом месяце это был прямой эфир с ответами на вопросы Месяцем ранее было видео про одного из легендарных украинских игроков Стрелка Такое, знаете, ностальгическое видео Еще месяцем ранее было 2 на 2 с демагой на украинском языке Ну и в следующем месяце я не буду спойлерить Но тоже будет какой-то интересный ролик Для спонсоров уровня Секретный агент Дополнительно также выходит по одному бонусному эпизоду Секретного агента ежемесячно Ну а для спонсоров уровня зрителей Рафкрафта Суммарно прям 3 бонусных видео в месяц получается И для них дополнительный бонусный ролик Это как раз-таки бонусный Рафкрафт И вот последний вышел как раз-таки вчера Там мы смотрели игры Рафа против топовых игроков североамериканского региона Один из них, впрочем, кореец Но это уже не супер важно В общем, там действительно классные ролики Которые, может быть, не подойдут прям вот уж совсем широкой аудитории Потому что, действительно, это контент для ценителей И вот если вы один из этих ценителей То вам наверняка понравится тот контент Который у нас регулярно производится для спонсоров канала Ну, да ладно, это такая была, знаете, внутренняя интеграция Вот есть спонсорские интеграции, да, у нас своя внутриканальная такая Тоже спонсорская получается интеграция Потому что ведь люди, которые поддерживают наш канал Они называются не иначе, как спонсоры Рьянг играет в Гелеонов, Баншей и три быстрых орбитальных станции Такой оупенинг от опытного корейца Оупенинг, который позволяет получить максимально выгодную экономическую ситуацию со стороны Терна Но и Зерк при этом абсолютно ни в чем себе не отказывает Зерк, правда, ну уж совсем во тьме сидит, я бы сказал То есть, может быть, Су, конечно, ну прям очень сильно уверен в том Что соперник будет играть конкретно в три командных центра Что там не будет какой-то ранней атаки Вот сейчас, например, мог бы прийти Хелбат Пуш А Бейлинг Нест как бы не готов Такое, знаете, вроде не очень приятное Мог бы там какой-нибудь батлкрузер телепортироваться очень скоро Вот сюда, например, а здесь ничего нет Но Су явно понимает, что делает Понимает, против чего, скорее всего, ему придется играть И, возможно, срезая некоторые углы Я бы не сказал, что он там как-то чрезмерно халявит Потому что, ну как, лейер скоро будет готов Поспорим, а на каждой базе есть Бейлинг Нест, пожалуйста То есть, в принципе, ну реально нельзя сказать Что Су там как-то очень уязвим Каким-то конкретным стратегиям Да, можно придумать там всякие выходы По типу Хелбат Пуши Там плюс Мародеры с замедлением С которыми были бы гигантские проблемы Вплоть до ГГ Но это такие билды, знаете, очень ситуативные Посмотрите, что делает Рианг Рианг заранее отправил Баньшей в невидимость Для того, чтобы те, ну просто физически не могли Ни на чем спалиться Прежде чем они окажутся на мейне Зерга И этот расчет срабатывает Су действительно потеряет какое-то количество дронов На этих баньшах Баньши просто великолепно контролятся Но при этом сказать, что нанесен прям Колоссальный урон, безусловно, нельзя Баньши так, пять фрагов сделали Возможно, сейчас еще вот одного дрона заберут Но, в принципе, на этом, скорее всего, все Правда, что хорошо для Рианга Смотрите, он баньшами Заставил королев, причем фактически всех Вернуться на мейн В этот момент гелионы проехали в центр Беспрепятственно зачистили здесь крип Баньши выжили, гелионы выжили Крипа нет, дронов нет Посмотрите на потерянные ресурсы Пока просто идеальная игра от Рианга Он потерял ничего Он потерял ноль минералов и ноль газа Соперник потерял 17 разных сущностей Назовем это, потому что тут 9 дронов, 1 линк, 7 криптуморов Все как бы Не все это юниты, да Криптуморы это формально здание Ну, в общем Потерял он их И их суммарная стоимость там под 500 минералов Но при этом, конечно Нельзя Несмотря на то, что криптуморы считаются бесплатными Нельзя объективно посчитать их стоимость А она все-таки Довольно высока Потому что распространение крипа Это то, что влияет на Допустим, эффективность дальнейших разменов зерка И на то, где конкретно он будет сражаться против оппонента Крейды 1-1 доделываются практически синхронно у Рианга и Су И Рианг отправляется вперед с этой парой танков Для того, чтобы Занять хорошую позицию Здесь за камнями Прям все очень красиво Все четко схвачено Гелионы трансформируются в холба Рианг дождался еще и щитов Ну и вот теперь он уже прям Готов драться Но с другой стороны Нападать именно сюда Тут королевы Тут спора Тут линги и бейны со скоростью Уже Да, нападать именно в эту позицию Будет довольно сложно Криптумор бы, конечно, забрать еще Риангу Он успевает это сделать А Су готовит красивую атаку С разных сторон Су молодец Он очень здорово тянет время Не спешит нападать Готовит атаку очень тщательно Перехватывает подкрепление Да, Рианг понимает Что атака пойдет с разных сторон И успевает загрузить Спасти часть морпехов Но в остальном я думаю Что Су добился чего хотел Он остановил наступление соперника Можно подуспокоиться Сделать инъекции Доказать грейды 2-2 Возможно немного добавить дронов Для пятой базы Потому что 76 дронов Это, конечно, не предел мечтаний для Зерга И, в принципе Су действительно по итогам этого сражения Может чувствовать себя очень комфортно Продолжать тянуть крип Средняя ПМ 377 У корейского Зерга 303 у Терана ПМ такой, прямо скажем Не то что Сводящий с ума Потому что есть Сэрл Есть Рейнер У которых там средняя ПМ под 500 Но, конечно, корейские ветераны Это не те, кто будут перекликивать Европейскую молодежь Рейнг врывается дропом На базу в правом нижнем углу Крип почистил Правильно Там Может быть одного дрона Пару лингов забрал Наверное, это Предел мечтаний Для дропов Именно в такой ситуации Еще немного крипа Забирает Рейнг в центре Тут, кстати Вроде он по чуть-чуть Крип забирает Но так-то уже 29 криптуморов За 9,5 минут Это очень неплохой результат И по потерянным ресурсам Мы видим по-прежнему Для Рейнга ситуация приятная Терн выходит на четвертую базу Су при этом начинает Как-то так Довольно агрессивно Прессовать соперника Прям принимать сражение На границе крипа Хотите, поделюсь с вами Аналитикой такой Прям отборной Секретной Это вот моя личная аналитика Как мои личные наработки Как я оцениваю уход игры В матчапе ТВЗ Вот С моей точки зрения Судить Хорошо ли идут дела У Зерга в ЗВТ Можно не только там По каким-то общим моментам И в серии Ну, лимиты Там, грейды Все дела Вот Я вам советую Обратить внимание На одну маленькую деталь Если Зерг Встречает соперника Агрессивно На границе крипа Ну или тем более Нападает И готов драться Вне крипа То дела у него Идут здорово И если Зерг Вынужден там Принимать сражение Где-то рядом Со своими хатами Глубоко На закрепленной территории Значит дела у него Идут плохо Потому что Действительно Зерг Вот чисто исходя Из концепции игры ЗВТ Он хочет иметь Как можно больше крипа Для того, чтобы иметь Как можно больше крипа Нужно постоянно встречать Соперника На границе крипа И это именно то Что готов был делать Но что-то его заставило Пойти вперед Напасть на Очень здорово Укрепленные позиции Соперника Там еще одна мина Здорово взорвалась И в итоге Ну такое прям Откровенно Ни о чемное Сражение получилось С результатом которого Рьянг получил Хорошее преимущество По лимитам А там еще Банши Внезапно прилетели Повоевали Да, Банши в итоге Потеряны Но, как видим 14 дронов Суммарно неплохой результат И большую часть Этого результата Именно Банши Обеспечили Здесь у Рьянга Вновь Попытка дать Сопернику Хорошее сражение За пределами крипа Но на этот раз Не стал здесь Слишком далеко вперед Так, почистил мин И все Су снова пытается Именно вот так Агрессивно действовать То есть он Дерется за крип Дерется за крип в центре Дерется за крип справа Тут, понятное дело Просто дроп Поэтому Против этого дропа Надо драться за крип Но вот сражение Против основной армии За крип Это действительно такая Обязывающая инвестиция Для зерга Потому что В любой момент Это сражение Может оказаться За пределами крипа Ну и я напомню В чем суть Почему Типа на крипе Драться хорошо А вне крипа Драться плохо Крип это не только вижен Хотя вижен дает зергу Очень много Если у него крип По всей карте Крип это еще и Просто Более высокая скорость Перемещения юнитов Зерга А для лингов и бейнов Это прямо критично Посмотрите Что делает Рьянг Это вообще Невиданный Просто мув Он загрузился В 7 медиваков И полетел На пофиг На мейнцу Я не знаю Я не помню Когда я последний раз Такое видел Это нужно реально Иметь стальные нервы Для того Чтобы на такой дроп решиться Просто дропнулся И хайв забрал Вы видели Что он сделал Тупо забрал хайв И Су например Не может плюс 3 На кого теперь заказать Ну жестко Другая группа Другая группа юнитов Которая намного меньше В это время Крип в центре Зачищают На самом деле 5 медиваковых 7 спаслись Еще и 4 из них Полностью забиты Такое ощущение Что это был Мув Большой плюс Для корейского терна Вы знаете Су Конечно Как-то там Оббивался И здесь продолжается Сражение Такое ощущение Что в этом сражении Тоже Ну довольно неплохо Все удается Рьянгу Можно попробовать Фукуснуть хату Но нет Хату он не добил Она выживает На красный хп Ее можно будет добить позже И у Рьянга Еще полторы тысячи минералов В запасе Не хватает Немного газового инкома И кстати Сивишек не хватает А че их всего 69 Рьянг Не достроил рабочих Это косяк Рабочих конечно Должно где-то 75-80 На этом этапе игры у терна Особенно если он Вот так вот смело И активно На новые базы выходит Да Сильный Такой жесткий Старкрафт Нам показал Рьянг Просто Массовый передроп На мейн К сопернику На такой стадии игры Опять же Это огромный риск Особенно с учетом того Что здесь были споры Кругом гидролийские Королевы Можно было Просто всю армию На этом отдать Но Риск удался А и теперь уже Су Понимает что нужно Как-то чем-то Сопернику ответить И пытается Вот здесь наломиться В лоб Ну куча бейлингов Здесь была отдана В обмен на что? В обмен на Саплай В обмен на Сенсор Таур И пару минок И в этот момент Конечно Рьянг марш Бросок слева Осуществляет И забирает у соперника Вот эту свежую хатку Ну поймал оппонент Рьянг Добил хату Которую не удалось Добить в прошлый раз Су впрочем Тут же наносит Контру удар слева И эта планетарка Абсолютно точно Падет со всеми потрохами В виде Сивишек Рьянг В свою очередь пытается развить Идею этих дропов В левой части карты Затронув еще одну локацию Зерка Потому что здесь споры нет Но пока не удается Зато может быть удастся Этот дроп Точнее забегание Морпехов Которые проигнорировав Крип Просто бегут фокусить Хату И Хату Несмотря на трансьюз По-моему Су Не удастся спасти Так и есть Еще одну локацию Теряет Зерк Ничего себе Внезапно Темп задает Рьянг Ну у Рьянга Проблема это Количество рабочих Реально Их всего 59 И он их не достраивает И я не до конца Понимаю почему И страдает именно Газовый инком Рьянг Очень жестко Увлекся мультитаском Но из-за этого Конечно Макро У возрастного Корейского терна Начинает проседать Су наконец-то Восстановил Хайв Хайв у него Теперь на натурале И здесь Появилась возможность Заказать Плюс 3 на коготь Не применула Воспользоваться Этой возможностью Зерк Так Ну а От терна Это что подождите Это первая гостакадемия Да Да окей Это первая гостакадемия Мне казалось Тут уже может быть Какой-то переход в ядерки Но нет Пока просто Продолжает добавлять Гастов Рьянг И удивительно Что все это время У него не было апгрейда На скорость закупки мином Но Заказывает он этот апгрейд Прямо сейчас Рьянг Мне кажется В таком легком недоумении Какую базу надо брать Следующую Базу справа Или базу слева В итоге именно базу справа Попробует взять Корееца Стим Джипи И тут же справа Он делает дроп И слева делает дроп Отвлекающий Здесь Спору перекопал Су Откуда-то Или просто доставил Поэтому спору Спор у него Пытается 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 занять Теран Снова Отвлекающий Дроп Но Быстро Отбивается Су Какое решение Примет Зерк Тут конечно В идеале Подождать Плюс 3 на коготь Перед грядущими Сражениями Но тогда Теран успеет Закрепиться на этой базе Крип рядом есть Планетарка только Доделалась Рабочих там Немного И никаких Укрепленных Позиций нет Нет например Каких-то туреток Которые бы этих Аверсиров Забирали Поэтому есть Детекция против Невидимых Гастов Су Сильно Разделил Армию Снайперскими Выстрелами Всех Аверсиров Только что Забрал Рьянг И поэтому Его гасты Неприкасаемы Но с другой стороны Планетарная крепость Потеряна И с этой точки зрения Я думаю Су добился Чего хотел Рьянг что Откуда-то новый Командный центр Достал Окей Был у него В загашничке Еще Командный центр На мэйне И он сейчас Перелетает Для того чтобы Снова тут была Заказана Планетарная крепость Лимиты Очень близкие Безусловно Су Нужно и дальше Давить В этом направлении Чтобы у соперника Не работала Эта локация Ну или можно Потихоньку Начинать самому Выкачивать другую базу Слева Потому что При Распределении Баз 50 на 50 Вы понимаете Такое соотношение Потерянных ресурсов Оно как бы вообще Не в пользу зерга Более того Честно говоря Мне кажется Эту базу надо прям Полностью Чтобы выкачал зерк А эту в идеале Чтобы не выкачал терн Тоже с такими соотношениями По потерям будет неприкольно Базы потихоньку Усу истощаются Полноценные только здесь Слева И это недолго Осталось как мне кажется Очередной налом от зерга 4 аверсера впереди Их тоже можно попробовать Фокуснуть Терран Мгновенно всех аверсеров Перефокусил Боже как Рианг играет Вот на самом деле То что делает Рианг Это тоже требует Ну такого знаете Очень серьезного расчета И тех самых стальных нервов Знаете в чем фишка С чем это можно сравнить Мне кажется Это очень близко По исполнению К фокусу дизрапторов В чем дело Пока ты фокусишь дизрапторов В тебя может прилететь ядро Которое просто Убьет пехоту То есть Более простой вариант Это сплититься Здесь точно та же фигня Ты либо фокусишь аверсеров Но тогда в тебя могут Вкатиться линги-бейлинги И ты просто останешься Без гастов И я напоминаю Что снайперский выстрел Сбивается любым получением урона То есть если просто Даже тупо линги добегают Или тем более Бейлинги взрываются Снайперские выстрелы В итоге не проходят Аверсеры выживают А гасты умирают И ты своих гастов отдал Просто так Один в один ситуация Как если ты неудачно Пытался фокуснуть Дизраптора пехотой В ТВП Вот Но более надежный вариант Это как бы сплитить юнитов Смириться с тем Что у соперника будет детекция И пытаться просто убегать От лингов Сплититься от бейлингов Именно на этот вариант Обычно делают ставку терны Но Рьянг прям Очень смело Гастов невидимость Всех аверсеров Там 4, 5 Сколько их не прилетит Всех фокуснул И супер 10 аверсеров уже потеряно Во многом как раз На двух предыдущих атаках Я прям четко я считал Сначала было 5 В позапрошлой атаке В прошлой атаке было 4 Рьянг в итоге Дважды отбился Да Забегание слева Там было не очень удачно И в итоге слева Су даже эту базу Потихоньку начинает брать Но у Рьянга Взработала планетарка справа Лимиты снова равны Здесь начинают потихоньку Ползать инфестры Но Рьянг посмотрите Как туретками обстроился К нему закопанным инфестрам Так просто не проползешь Какой план Су Думаю вы понимаете Мы такое уже видели К такому уже привыкли Знаете к хорошему Быстро привыкаешь Уже не раз и не два Мы видели игры от топовых зергов Корейских и европейских Когда они пытались проползти Оп оп Ассиминашн сексасфул Да вот именно это Вот именно это сделать Проползти инфестрам Невральный паразит в Гаста И потом ЕМП по своим коллегам Судя по тому что я вижу Не очень удачно это все закончилось Да там похоже Какое-то ЕМП В кого-то по мелочи вошло Но Глобально на боеспособность Армии Рьянга Это не влияет Рьянг тут же Нашел еще одного закопанного Инфестро Бросил ЕМП Бросил снайперский выстрел Оставил Су Без этого инфестро Есть еще хоть один на карте Нет Сейчас ни одного инфестро на карте нет Зато есть 200 лимита у Су И вся карта в крипе Кстати Обратите внимание Как быстро Су продвинулся вперед С точки зрения распространения крипа Здесь с Гидролинга Бейн Он просто сносит эту базу Просто сносит ее вперед ногами Абсолютно без шансов для терна Минус 29 ACV И столько же 29 остается на карте А еще здесь остается Семь закопанных бейлингов Такая группка интересная остается Ну классно повоевал Су Безусловно, Су сейчас получил очень хорошее преимущество Ребят, 29 и СиВи на 73 Риангу нужно Серьезно так в обороне посидеть Прежде чем он накопится и сможет давать сопернику сражение Су теперь нужно подумать Что он хочет? Он хочет сначала накопить ресурсы А потом пойти в атаку, чтобы быстро восстановиться И он хочет атаковать прямо сейчас Пока у соперника еще нет 200 лимита И пока тут все-таки крипа много Пока есть какое-то, знаете, игровое преимущество Если там будет 200 лимита То боевого у Рианга будет, конечно, немыслимо много А еще Рианг сейчас начинает активно воевать за крип И он эту войну выигрывает А вот что делает Су Очень хочет, чтобы соперник Вот где-то здесь двигался Армией, тут великолепно мина взрывается 23 убийства у мины Бейлинги пытаются докатиться до гастов Но там снова минусы, аверсиры Снова минусы, аверсиры Нет детекции И гасты сплитятся Бейлинги до них не докатываются А это сражение, господа, Рианг выиграл Я вам доложу Правда, есть проблема Есть проблема Гасты поднимаются по этой рампе Тут бейлинги Су ждет до последнего Выкапывает бейлингов И взрывает часть гастов Но несколько гастов выживают На красный хп Тем не менее 118 лимита На 171 У Су есть огромное преимущество И прямо сейчас Он может наломиться И просто закончить игру Какая оборона Тут правда у Рианга У Рианга, по-моему, вообще нет Мародера, Марпеха Посмотрите Нет ни одного Мародера Ни одного Марпеха Вообще ни одного 8 мин 4 медивака 2 гиллиона 3 викинга 2 либератора 5 танков 12 гастов Он только что играл В Марпеха В Мародера В медиваки Опа Тут проползает инфестор Инфестор Ждет ЕМП Есть ЕМП Ну ЕМП так Просто по нескольким гастам прошло Но это хоть что-то Это хоть какая-то инициация Можно идти вперед У Су больше лимита Он нападает Гасты входят в невидимость Тут все еще есть мана на стелс Возможно нет маны Уже на снайперские выстрелы Но невидимость точно есть Нападают линги и бейлинги Разбирают танков и гиллионов Голые гасты остаются Просто голые гасты Против зерлингов Которые съедают Каких-то там рабочих Съедают дотеканий из барпехов Гасты уже без маны Они выходят из невидимости Потому что маны на нее нет Но они выживают И Рьянг выживает И эту базу Рьянг выбивает У соперника 107 лимита на 112 Что происходит в этой игре Рьянг отыгрывает Все то отставание Которое у него было Буквально минуту назад Линги Хотели было Спасти эту локацию Явно мчались На перехват гастов Но с гастами Тут уже не повоюешь Особенно без детекции Летит версирусу А что у супа экономики Осталось Господа Здесь Ну Тысяча четыре минералов Еще есть Ладно Не все так плохо Здесь около тысячи И здесь Где-то Восемьсот Мгм Пять с половиной Шесть тысяч минералов Это все что остается У зерга Терна Терна там даже проверять Не нужно У терна Суммарно На этих базах Минимум Столько же И все зависит от того Кому достанется Именно эта локация Минус 20 тысяч По потерянным ресурсам Это конечно страшно Но если зерк полностью Выкачает эту базу И терна До нее не доберется Шансы у Су Очень неплохие В идеале конечно Не дать бы терну Выкачать полностью Либо эту Либо эту локацию Но Су уже нужно исходить Из реальной ситуации На карте Будет ли он пробовать Наламываться здесь Я не знаю Здесь Сложнейшее Принятие решений Безусловно Такая игра На нервах идет Потому что Цена ошибки Невероятно Высока Но это Абсолютный Аналог той концовки Которую мы видели В игре Макс Пакс Бьян Там тоже шла игра На нервах И все понимали Что Один выстрел Дизраптора Одно Неудачное Или удачное Для любой стороны Сражение Полностью переворачивает Лейтгейм И здесь то же самое Все решится В одной баталии И Один Неудачный Маневр Или наоборот Удачный Любой из сторон Может решить Судьбу поединка И решит И его Скорее всего Так стоп Опа А что делает Су Су Попробует забрать Беззащитную Планетарку Ценой Своей армии Ой-ой-ой Но это сильное решение Это очень смелое решение От Су Я не знаю Правильно оно или нет Су безусловно Теряет серьезную часть Своего боевого лимита И при этом Он теряет возможность Работать с Лон дистанц майнингом Слева Но эту базу Он отжал И можно перевести Дронов на Лон дистанц майнинг Сюда Их есть Откуда переводить Я уверен Окей У Рьянга Остается 15 Севи Но Все-таки У него 5 орбитальных Станций Поэтому Понятное дело Еще какая-то Добыча будет Очень близкие Лимиты Рьянг Перелетает сюда Орбитальные станции Попробует Занять базу Слева Сверху Но тут Нет пока Никакой линии С туреток И мин Поэтому Терну Нужно быть Очень осторожным Здесь Дропом Рьянг Пытался Помешать Сопернику Заниматься Лон дистанц майнингом Уже не помешает Гост Еще потерян На ровном месте Несколько Мариков Умрут И Гост Академия Господа Это единственная Гост Академия На карте Гостов Гост Академия Прямо сейчас Тут же Су Добавляет Инфесторов Понимая что Если Там дальше Будет мало Гостов То возможно Микозами Он сможет Останавливать Войско соперника Окей Здесь у Зерга Лон дистанц майнинга Су даже Оверлорда Подводит Для того чтобы Был вижен Для того чтобы Перехватывать Дропы оппонента Если таковые будут Очень грамотно И круто играет Су Эту базу Впрочем Занимает Рьянг Он сюда бросает Муловы Это плохие новости Для Зерга Но на эту базу Все еще можно напасть Тут нет каких-то Сильно укрепленных Позиций Которые есть у Рьянга На хайграунде Рискнет ли Нападать туда Су Или все-таки Попробует Разыграть эту партию До верного И просто занять Здесь базу Распространить Крип Глубоко На территорию соперника Крипом Проникнуть Пока просто Забегание лингов Делает Су Не будет налома Основным войском Но минус 4 СВ Потерянный майнинг тайм Для Рьянга Огромный И крип Крип здесь нужно тянуть Очень агрессивно Чтобы соперник Чтобы вот сюда Этот крип дошел Чтобы у Рьянга Не было возможности Драться вне крипа За эту базу Понимаете Понимаете в чем логика Так где инфестры у нас 4 инфестры есть Они здесь Они в центре карты И просканил их Только что Рьянг Рьянг понимает Да что такой статус Кво сохранять невозможно Потому что Если оппонент Займет эту базу Совершенно не факт Что все это будет В пользу корейца В пользу терна Простите Тут оба корейцы Я со стороны Рьянга Просто рассуждаю 25 дронов Уже готовы Начинать добычу здесь Конечно Когда Рьянг сканет У него не будет Этого счетчика Да не будет информации Что то может быть 25 дронов Но все равно Глобальная ситуация Неприятная Этот инфестр Накопил ману На невральный паразит Рьянг Все таки Чуть отстраивает рабочих Для того чтобы Сфокусироваться На своей добыче Слива сверху Сколько тут минералов Ой ну тут нормально 1600 есть 2500 Тут целый клад На самом деле Тут 3500 Минералов Для Су На этой базе Конечно Больше Ну не то чтобы Сильно Намного То есть тут Что то типа 5-6 тысяч Минералов Но все равно Больше То есть по идее Если Рьянг Полностью добудет Все здесь А Су Добудет все минералы И здесь Ну и газ Если захочет То наверное Рьянга Будет больше Но мне кажется Что 200 лимита Смогут собрать Оба И сейчас Конечно Скорость добычи У зерга Намного выше То есть Су свои 200 лимита Получит Раньше И дальше Он сможет Попробовать Как-то На эту растянутую Линию обороны Оказать серьезное Давление И напасть в том месте В котором Терн не будет готов Рьянг очень сильно Растягивает Свои войска Он пытается Почистить крип Справа Здесь раскладывает Танки Идет вперед Гастами Хелбатами Танками Но при этом Слева он тоже Оставляет очень серьезную Оборону Есть сенсорная вышка Для того чтобы Следить за перемещениями Армии и зерга Четыре инфестро Готовы воевать Здесь посмотрите Занял Су конечно Надо эту базу Защищать Здесь еще немало Ресурсов Очень ценных Для него Су пытается Понять с какой стороны И как он может Наломиться на войско Соперника Урьянга Очень рассредоточенная Армия Но конечно Позиция Которую он занимает Это просто Фантастика какая-то Это был маневр Медивак С двумя гастами Пролетал вперед Видимо Чтобы заемпшить Инфестро Но инфестро Заранее отступили Су очень грамотно Все сделал Су тут есть крип Но честно говоря Угрожать локации Су Не удалось Зергу прям куда-то Глубоко протянуть Крип Чтобы вот здесь Встречать соперника Далеко за пределами Своей базы Ой-ой Инфестро Сейчас могут быть Под ударом Су принимает решение Все-таки напасть Успевает перебросить Большую часть юнита В Рьянг Именно в это сражение Отличный микоз Но там инфестро Один-единственный Выживает на красных хп Больше микозов не будет Это войско вроде Удается разобрать Как красиво Рьянг эвакуирует Гастов с поля боя Один Аверсир всего лишь Выжил Больше детекции Нет Джи-Джи Пишет Су Он не верит В то что справится С войском соперника И защитит Свою последнюю базу И получасовая баталия Заканчивается Победой Терана Разыграл До верного Рьянг Очень жестко Боролись Зерга Теран До последнего Но Теран Со своими Стальными нервами Одержал Победу Над Зергом Надеюсь вам понравилось Для вас работала Alex007 Обязательно подписывайтесь На канал Ставьте лайки Делитесь отзывами В комментариях До новых встреч Всем пока и удачи Услышимся